Основная идея просветительского проекта «Лапа помощи» – это оказание помощи бездомным животным. В рамках проекта Карина Фархудинова вместе со своей командой посещают общество потеряшки, собирают корм со школьниками города, проводят просветительские акции, классные часы и тематические занятия. Проблема бездомных животных волновала меня еще с детства. И когда у меня появилась возможность написать проект, я решила, что это мой шанс как раз-таки помочь бездомным животным и придумала идею просветительского проекта. В рамках проекта мы провели более 10 мероприятий различного формата. Мы проводили как классные часы, уроки, милосердия, интересные беседы. Также мы проводили различные акции, конкурсы, которые проходят в нашей группе ВКонтакте. Мы собирали различную помощь животным и передавали в дальнейшем обществам защиты животных в нашем городе. Также мы недавно съездили в приют. Наверное, это было самым трудным мероприятием, поскольку нужно было все согласовать, договориться. Обучающиеся в Ажатской школе «Первый шаг» Дворца творчества уже не в первый раз становятся победителями грантовых проектов. Еще одной счастливой обладательницей грантовой поддержки стала ученица Башкирской гимназии Полина Тимиряева. Следующий проект – это студия экспресс-рисования «Креатив Клаб». Он направлен на то, чтобы ребята, те, которые не умеют еще рисовать, и посетив данные мастер-классы, данные занятия, научились рисовать абсолютно в различных техниках. И организаторы проекта, руководители проекта, Тимиряева Полина, свои команды, они проводят абсолютно разные по содержанию занятия. Занятия проводят со старшеклассниками, с ребятами младшего звена, обучая их различным техникам. Благодаря грантовым проектам ребята могут воплотить свои идеи в жизнь и помочь тем, кто сегодня нуждается в поддержке. К примеру, еще одна инициатива, на реализацию которой выделен грант в размере 147 тысяч рублей, связана с поддержкой детей, которые лежат в лечебном стационаре. Обучающаяся вожатской школы Егорова Яна участвовала во Всероссийском форуме «Территория смыслов» и выиграла грант на свой проект, который называется «Волонтеры детства. Ладошка добра». Она стала единственной школьницей со всей России, которая получила грантовую поддержку на этом форуме. Этот проект будет связан с тем, что мы будем ходить в нашу больницу, где лежат детки, и проводить с ними различные игры, конкурсы. Будем рисовать, их отвлекать от их проблемы, то, что они болеют и оторваны от дома. Поэтому я думаю, что этот проект очень облегчит ситуацию ребятишек, которые находятся в больнице. На сегодняшний день финансовая поддержка, которая была получена, полностью реализована. Чтобы продолжать проекты, ребята планируют подавать заявки на новые гранты, расширяя границы, возрастной диапазон участников и географию реализации проекта, чтобы еще больше подростков были вовлечены и становились активными участниками добрых дел. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, Дмитрий Габасов. Информационная программа «Ежедневник».